Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Поэтому мне кажется, что она самая активная молодежь, которая очень интересна. Все молодежные движухи, темы, проекты. И она сама это все инициируется. А это все больше развлечений? Или же наоборот каких-то общественно полезных мероприятий, занятий, открытий и так далее? Когда даже молодежь приходит на общественно полезные занятия, общественно полезные мероприятия, все равно идея интересна. Потому что там уже общие друзья, общие коллеги, общие знакомства. И даже, кажется, порой какие-то обыденные вещи, как в субботе, не превращаются для многих как встречу хороших, добрых друзей. Поэтому это и отдых, и общественно полезная деятельность. Да, мы не забываем про культурную досугу. У нас каждую субботу в городском парке, где филармония, проходит арт-субботник. Это молодежный такой мини-рок-фестиваль на свободный микрофон для наших рязанских рок-групп. Тоже очень интересно, тоже новая инициатива. Буквально только три недели этот фестиваль идет. И уже очень много желающих. И главное, что парк тоже зажил. И там снова появились люди, там появились и кто занимается велотериалом, кто слушает музыку. Одновременно выходит такой вот очень интересный проект. Если раньше была одна почтовая, сейчас это уже и ЦПКО, сейчас уже это городской парк. Поэтому развиваемся потихоньку и стараемся делать не только общественно полезные дела, но и, скажем так, по выходным развлекать наших рязанцев. Артем, вот вообще молодежная организация, если ее брать как структуру, она самостоятельная? Или же во взаимодействии с главой администрации, с Олегом Булековым? Вообще, как ваше взаимодействие выстроено и чем он вам помогает? На самом деле, самое главное, что ни одна наша инициатива не была там как-то отклонена. Все инициативы были поддержаны. Есть очень хорошая коммуникация с главой администрации города Рязани, Олегом Булековым. Потому что с первого нашего заседания он взял такое тоже некое шерство над нами. И все наши акции, все проекты имеют его личную поддержку. И поэтому сегодня у нас, наверное, все хорошо и получается. Есть советы, все-таки там огромный опыт, есть какие-то пожелания, что мы учитываем. Какие-то актуальные темы сегодня для города, которые мы понимаем. И, наверное, показывая примеры собственным, как мэр города, абсолютно каждое начальное структурное подразделение также относится к нам, как к своей родной структуре. И помощь каждого у нас заметна. У нас, допустим, прошел ко дню молодежи день молодежного самоуправления. То есть на пять дней в администрации города молодежные дублеры заменили своих старших наставников. То есть, по сути, они пять дней управляли нашим городом. Мне кажется, очень интересна такая получилась практика, потому что понять всю ответственность, которая сегодня лежит на управленцах городских, это тоже очень важно. И на самом деле интересная практика, потому что молодежь поняла, насколько это сегодня ответственно, сложно. Какие большие объемы сегодня лежат у городской администрации, на троем не возложены. И мне кажется, что они смогли определиться, их движение дальше по жизни или не их. В любом случае, у них есть еще очень много времени, чтобы научиться, чтобы как раз появился самый опыт, потому что еще год мы в составе прежнего существуем. И наша главная тема кадры резерва на работу, это уже порядка трех наших дублеров молодежных были трудоустроены на городской администрации, причем некоторые сразу на управленческие должности. И поэтому я думаю, что то, что мы изначально планировали, то, что мы задумывали, все это у нас было реализовано. И продолжаем по этому направлению работу, я думаю, что у нас все получится. Как тебе должность мэра? — Сложно, сложно, потому что объемы огромные, и большая ответственность, и очень много всего. Огромная просто, мне кажется, нагрузка, и не каждый с этим справится. И я не понимаю, как вот у нас, Олег Евгеньевич, вообще справляется с такой большой нагрузкой в нашем городе. — Ну, поделись планами. — У нас буквально уже в сентябре предкруппный форум межрегиональный, который примет 100 человек, активный молодежь из разных регионов России. Это будет и Брянск, это будет и Владимир, это будет и Ярославль, и Уфа. И в рамках форума будут встречи с властями и города, и области, и федеральными представителями органов власти. Это и Госдума, и Совет Федерации. В рамках форума мы надеемся видеть новых ребят, талантливых, активных, их новые проекты. Будем их поддерживать, будем их развивать. Форум уже проходит в седьмой раз. Называется он «Набирая высоту». Будет уже в ближайшее время открыт набор участников на этот форум. Любой может заполнить анкету, нам ее отправить, и сможешь на этот форум попасть. Много работы проводите, и желаю вам, ребята, успехов в этой работе. Спасибо большое. Ну, ждем снова в гости с новыми событиями, с новыми историями, с новыми разговорными беседами. Очень рада была видеть тебя в нашей студии. Спасибо. Придем. Артем Никитин сегодня был у нас в гостях. Это была программа «Городские встречи». Мы благодарим зрителей за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин